Добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по вторникам у нас археология человек, люди, которые заставляют нас думать. Вот у нас сегодня гость, который очень много заставляет нас думать, поскольку он является главным редактором журнала «Логос», одним из самых, я думаю, интеллектуальных, глубоких философских журналов, которые у нас выходят. Это Валерий Анашвили, философ и заведующий кафедрой проекта в сфере культуры Высшей школы экономики. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Ну и тема наша сегодняшняя, вы знаете, она навеяна одной фразой, одним таким эпизодом из книги «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам. Я даже не помню, в какой эпизод их жизни с Осипом Эмильевичем Мандельштамом она это произнесла, но, видимо, я не знаю, уже в период гонений, репрессий, ссылки, ну, собственно, весь советский период их жизни был практически таковой, тяжелый. Она как-то взмолилась, господи, ну что же я такая несчастная? На что Мандельштам ей ответил, а с чего ты взяла, что ты должна быть счастливой? Я помню, когда я впервые это прочел, меня это как-то даже утроп взяла, действительно. С чего человек взял, что он должен быть счастливой? И нечто похожее, что я с ним столкнулся, рассказывали мне, как Тарковский, Андрей Тарковский читал лекции по Америке, ездил уже в свой эмигрантский период, и вот в одном из американских университетов он читал, там такой абсолютно типичный американский вопрос ему поступил, так сказать, какая ваша личная формула счастья? И вот он на это ответил ровно то же самое. Почему вы считаете, что вы должны быть счастливыми? Для американцев это, опять-таки, вопрос очень странный, потому что у них вот это вот pursuit of happiness, преследование счастья, погоня за счастьем, записано вообще в Конституции, в белиоправах, как базовое право человека. Так что вот, об этом мы с Валерием и хотели бы поговорить. В какой степени счастье является базовым правом человека? Должны ли мы гнаться за счастьем? Является ли это частью нашей человеческой антропологии? Или некой придумкой, которая случилась в цивилизации на достаточно поздних ее этапах? Итак, Валерий, ну вот, собственно, еще бы хотел тоже про... Прорекламировать немножко эту тему подтолкнула книга, которую ты подарил в качестве главного редактора издательства Института Гайдара, Ричарда Лейерда «Экономиста. Счастье. Уроки новой науки». Вот это, кстати, мне показалось интересным, что именно экономист почему-то решил писать о счастье. Экономиста с недавних пор лорд. Точнее, член Палаты лордов. Интересный этот вопрос поднял относительно того, имеем ли мы право стремиться к счастью. И приведенные там эти статы очень показательны. Они свидетельствуют о том, что культура, человеческая культура, всячески пытается нивелировать базовые, фундаментальные ценности, на самом деле, человеческого существования. Поскольку, начиная от физиологии или генетики, и заканчивая фундаментальными ценностями человека, стремление к счастью нескоренимо. Ну, например, не так давно проводился эксперимент над мартышками, когда ученые брали мужскую особь полувозрелую и, организовывая так определенным образом социальное пространство, пересаживали этого мартышку в разные группы социальные, изолированные друг по отношению к другу, повышая при этом постоянно его социальный статус в каждой следующей группе мартышек. И этот самец испытывал приливы счастья каждый раз, когда его социальный статус в следующей группе повышался. Это просто исследуется посредством, там, не знаю, чего, каких ученых экспериментов. Возбуждение зон мозга, наверное. Да, сейчас я про это скажу, в каких именно зонах мозга, да. И выделением серотонина, который является, собственно, носителем положительных эмоций в человеческой нервной системе. Для чего это нужно природе? Зачем это нужно мартышкам? А значит и нам. Потому что самец, который стремится занять более доминирующее социальное положение в группе, имеет больше шансов спариться, его усилия по достижению более высокого статуса тем самым оправданы и так далее, и так далее. Он, соответственно, имеет больше шансов продлить рот и передать свои вот эти цели, стремительные мотивации дальше по своим надежникам. По цепочке. Смотри, ну получается же тогда, что всё-таки в основе всего половой инстинкт, инстинкт размножения. То есть статус он используется для того, чтобы он мог больше, более успешно совокупляться. Да, лучше питаться, дольше прожить и покрыть большее количество самок. Но мы на самом деле зря перешли, так это я виноват, конечно, к какой-то физиологии. Но просто, тем не менее, я хотел показать, что и в животном мире стремление к счастью, оно является, собственно, одной из доминантных мотиваций к жизнедеятельности. Но вот Фрейд, по-моему, считал, что человек не создан для счастья. Он, мне кажется, считал вот это стремление к счастью такой свидетельством фантилизма и минимум того, что человек может достигнуть. Это было, так сказать, минимизировать свой уровень несчастья. Слушайте, ну о чём? Фрейд вообще был до 40 лет к каинистом. Как вообще можно человека такого типа приводить в качестве аргумента относительно другого, относительно человечества? Но всё-таки счастье, оно во всех этапах человеческой истории вот этого стремления к счастью преследует. Потому что у меня такое ощущение, что вот это случилось достаточно, ну, не поздно, но именно с просвещением это пришло. Причём в такой, может быть, своём утилитарном таком изводе. Вот там Иремия Бентам как раз вот Лейер приводит, как-то сказать, что вот должно быть максимизация счастья для всего общества. Каждый человек должен быть счастлив на благо всего общества. Вот, скажем, я не знаю, для древних греков была ли идея счастья свойственна? Для Аристотеля это была проблемой, равно как для китайских мыслей. То есть любые общества, они, естественно, говорили, точнее, представители любых обществ говорили и задумывались о счастье. То есть это совершенно не инновационный элемент в культуре. Другой вопрос, что понималось под счастьем? Аристотель, по-моему, это вот называлось эудеймония. Вот это вот такое вот философское добродетельное поведение. Добродетельное поведение, которое приносит удовлетворение. То есть если ты добродетельно осуществляешь по Аристотелю определенный тип деятельности, связанный с твоей добродетелью, то ты автоматически получаешь удовлетворение. Если ты этого не делаешь, ты не удовлетворен. Но ты все равно стремишься к тому, чтобы быть удовлетворенным. То есть проблема в таком случае поставлена. Но все-таки что-то происходит именно с эпохой гуманизма, с возрождением, и затем уже со всей полноте с просвещением. Некое такое, так сказать, счастье, как некий тотальный проект. Безусловно, когда человек, понятно, что с эпохой просвещения возникает идея индивидуализации, ценности индивидуума и так далее. И на эту единицу, на индивидуум, понятно, что нужно было нанизывать определенную систему, как на пирамидке детской, определенную систему базовых ценностей. В основу самый широкий круг в пирамидке в этой и была положена идея счастья или того блага, которому человек стремится индивидуально и общественно. Ну, я бы сейчас предложил немножко перескочить к современности, тогда мы сможем лучше экстраполировать историю, поговорив о какой-то конкретике. Я просто хотел бы сказать буквально два слова о том, почему важно говорить о счастье и почему неправильно о нем не говорить. Давайте проведем такой мысленный эксперимент. Мы с вами работаем в офисе, где работает рядом с нами еще 100 человек. Допустим, менеджер среднего звена. Мы получаем определенную зарплату и по какой-то странной причине знаем, сколько получают остальные. Это примерно равные зарплаты. Произошел, наступил момент, когда всем вокруг повысили зарплату. И вам тоже повысили. Но вы при этом знаете, что всем остальным еще платят определенные дотации и премии, а вам нет. Почему вам повысили зарплату? Потому что благосостояние в стране улучшилось, экономическая ситуация прекрасна, значит, работодатель совершил такой благородный жест. Но при этом, когда вы знаете, что вы недополучаете по отношению ко всем остальным определенную сумму денег, вы испытываете крайне неприятные чувства. При том, что это чувство не единоразовое, то есть единовременное, оно не снимается вечерним просмотром телевизора на диване или кружкой пива в компании друзей. Оно довольно тотально. Оно начинает вас постепенно захватывать, угнетать и так далее. Вы становитесь несчастным. Хотя, казалось бы, ничего страшного не произошло, вы не стали получать меньше. Просто остальные ваши коллеги стали получать больше. А теперь посмотрим с точки зрения глобальной на эту ситуацию. Экономика считает, что все отлично при этом. То есть уровень общий благосостояние вырос, потому что вы тоже получаете больше, а все остальные уж тем более. Это значит, что традиционная экономика начинает считывать подобного типа ситуации как однозначно позитивные и не видит нюансирования в них, в этих ситуациях, того, что как раз и требует некой корректировки. Вот этого интерсубъективизма, межличностного уровня. Да, взаимодействия между социальными группами и индивидами внутри той или иной социальной группы. И почему нужна вот такая новая наука счастья, если возвращаться к Лейерду и к теме нашего разговора. Для того, чтобы понять, как купировать вот такие микромоменты в нашей повседневности, которые приводят к состоянию несчастья, дискомфорта, психологического дискомфорта, который, в свою очередь, приводит к очень печальным, неприятным последствиям уже в рамках социума. Потому что не понимаешь, что от вас ждать, когда вы неделю, месяц, год находитесь в состоянии такого вот морального, нравственно-психологического дискомфорта. И получается, что наоборот, человек более счастлив, когда он получает что-то больше, чем остальные. То есть, опять-таки, вспоминая, я не знаю, те же, вспомнилась мне из книжки Надежды Эклина Мандельштам, они вспоминая какого-то... Она просто кладезь какой-то, да? Да, физика. Ну, эта книга вообще, кстати, одна из книг, которая перевернула мое мировоззрение в свое время, ну, мое отношение к Советскому Союзу, ко многим вещам на заре перестройки. Я все это прочел. Вот. Просто я вспоминаю, она вспоминает какого-то физика молодого, там, в 30-е годы, который имел доступ к спецраспределителю, тести, ел бифштекс и нахваливал. Вкусно, но особенно приятно, потому что у других этого нет. Вот. Вот это вот тот случай. Ну, давайте я вам приведу пример с логического исследования. В 1998 году в Гарварде было проведено довольно масштабное исследование. Было опрошено 900 студентов Гарварда. Сдавался два вопроса. Точнее, один вопрос, состоящий из двух частей. В каком из возможных миров вы хотели бы существовать первый мир? Вы получаете ежегодно 100 тысяч долларов, все остальные получают 50 тысяч долларов. Все вокруг. Второй возможный мир. Вы получаете 200 тысяч долларов, все остальные вокруг получают 250 тысяч долларов. Но при этом в этих возможных мирах цены одинаковые. То есть вы получаете в два раза больше, чем в первом мире, но все вокруг получают больше. Подавляющее количество студентов Гарвардского университета ответило, что в первом из возможных миров. То есть это научный факт. Просто такого типа человеческое поведение. Особенно с учетом мартышек. Я бы поэтому не призывал бы нас и наших слушателей переживать от того, что мы так воспринимаем действительность. Я потом скажу, что это неправильное восприятие действительности. Да, вот я хочу сказать. Но тем не менее это вшито в нас такое поведение. То есть счастье, счастье как некое конкурентное благо. Счастье как игра с нулевой суммой. Если у меня больше счастья, то это за счет того, что остальные либо ниже статусом, как и другие мартышки подчиненные, либо меньше получают, что опять-таки значит ниже статусом, как и другие сотрудники в офисе или студенты в эксперименте. На этот счет есть довольно обширное исследование. Ну, например, там исследовалось 700 актеров, выдвигавшихся на Оскар. Это довольно длительное исследование по хронологии, потому что оно привело к таким результатам. Люди, получившие актеры, получившие Оскар, в среднем живут на 4 года дольше, чем те, которые выдвигались, номинировались на Оскар, но его не получили. То есть ощущение того, что ты выше других, причем в довольно уникальном таком моменте, именно статуэтка Оскара. Это не Бентли, который все равно могут купить, или не дача в доме во Флориде, который тоже доступен какому-то большому сегменту, а это все-таки очень уникально. Ну вот, я не знаю. И плюс еще, тоже такого же типа исследований проводились относительно более простых бытовых вещей. Ну, например, выясняется, что начальник, в целом начальник, в среднем, живет на 4,5 года дольше своего подчиненного. Просто в силу того, что на вершине пирамиды меньше стрессов, меньше системы вот этого, этой такой, некой зависти, и так далее, и так далее. Не, ну, стрессов может не меньше, но чувство превосходства, чувство контроля, оно это дает. Которые снимают проблему стресса, гораздо эффективнее. С постом идет и ответственность. Ну да, со своей стороны тоже скажу, что, скажем, замечательный факт долгожительства дирижеров в сравнении с оркестрантами, да, там, я не знаю, сколько, сколько проживает. Но вот это вот какая-то очень интересная коллизия. Мне кажется, все-таки в истории было столько случаев, когда счастья не было игрой с нулевой суммой, то есть у меня больше, у тебя меньше. Вот, скажем, ну, я не знаю, сталинский СССР и вообще советская концепция счастья, да, счастье как общего блага, да, республика, вот это вот. Счастье вообще как вот это вот комманс, то, что называется общее благо. Собственно, и Бентам об этом же писал, если брать, опять-таки говоря, все идеологии просвещения, что есть некое, так сказать, общее вот это вот общественное благо в виде счастья, и чем больше у тебя, тем больше и общества, и всем от этого хорошо. Вот, я не знаю, там, опять-таки советские эксперименты взять, скажем, Платонов, вот в экстремуме взять, там, котлован. Они счастливы. Они роют этот котлован, они спят в глине под дождем, но они счастливо согревают телами друг друга. Это же не конкурентная идея. Здесь есть такое противоречие, к сожалению, между неким типом научных исследований, такого явления, как счастье, и индивидуальным переживанием этого процесса. Вообще, во всех западных текстах о счастье считается, что жители СССР были одними из самых несчастных на планете людьми. Вот я, читая это, пытаюсь вспомнить своих родственников и самого себя в период СССР и понимаю, что здесь что-то не то. И ваш... Ну, я думаю, да, мы знакомы уже, можем на «ты». Слушатели простят. Я просто решил соблюсти некие такие формальные... Да, да, да. Нет, в принципе, наверное, лучше на «вы», но мы уж так давно друг друга знаем, да. И твой пример с Платоном, с Котлованом, конечно, это подтверждает. Но, в принципе, всё равно считается, и я склонен с этим согласиться, что, конечно, в рамках большого социума это всё-таки игра с нулевой суммой. То есть ты можешь стать более счастливым только за счёт того, что другие, тебя окружающие, становятся менее счастливыми. Ну, давай ещё раз вернёмся к этой системе доходов. Да, или давай ещё раз, или с самого начала. Вернёмся к тому, что такое вообще счастье и что его инспирирует. В разных текстах об этом говорится по-разному, но если свести это всё в сумму, то можно сказать, что семейные отношения стоят на первом месте по той мотивации, которая приводит к счастью, или, наоборот, приводит к несчастью. Если семейные отношения прекращены. Финансовое состояние, то есть система твоего дохода, работа, её наличие или отсутствие, её качество, общество, общение, наличие друзей, здоровье, личная свобода и личные ценности. Это вот по мере убывания я назвал основные базовые вещи, инспирирующие счастье. при этом, вот тут уже возвращаясь к твоим первичным культурологическим вопросам, например, действительно есть пункт здоровья. По всем опросам считается, что люди с излишним весом гораздо менее счастливы, чем люди худые и стройные. Интересно, тоже это противоречит некой такой, что вот, так сказать, такие толстяки, сангвиники, всё это же такие фальстафы жизнерадостные. Да, но при этом в сумме, когда делают опрос, скажем, в Америке, то это довольно жёсткая корреляция. Но при этом мы понимаем, откуда это берётся, эта корреляция. Эта корреляция берётся из культурного давления, поскольку современный человек видит определённую систему предложенной телесной нормы, и эта норма, конечно, связана с излишним весом, точнее, его отсутствием. Ну, то есть, потому что сейчас идёт давление общества. Давление общества. То есть, если раньше толстая считала, значит, хорошо. да, в 30-е, там, 20-е, 40-е, ну, не 40-е, нет, это я, конечно, уже загнул, но в 10-е, 20-е, 30-е годы идеал красоты, и мы видим, что если бы тогда провели такого типа сологических исследований, то я думаю, корреляция была бы, наоборот, обратная. Худые люди бы называли себя несчастными, а толстуны и толстушки говорили бы о том, что они прекрасно себя чувствуют. Да, и женской красоты, то есть, все это достаточно условно. Ну, Валерий, я все-таки хочу вернуться, меня очень сильно беспокоит эта проблема, то, что счастье оказывается такое конкурентное благо. Ну, вот, скажем, семейное счастье, если семья стоит на первом списке, вот в этих вот семи параметрах счастья по Лейерду, ну, другие же не менее счастливы от того, что ты счастлив в семье, у тебя там благополучно, жена, дети. здесь включается очень неприятный для культурного человека, но очень полезный для дикого человека механизм или для животного механизм адаптации. Мы, к сожалению, очень быстро адаптируемся. То есть, человек вообще очень адаптивное существо, в том числе к физическим увечиям или к чему-либо другому, то есть, к тому, что у нас связывает с внешним миром. Это значит, что, например, тоже есть исследование на этот счёт, человек менее счастлив за 4 года или там за год до свадьбы, чем в год свадьбы. То есть, в год, когда возникла семья, человек счастлив. Но через 2 года уровень его ощущения внутреннего счастья такой же, как и до момента свадьбы. Точно так же с рождением детей. Считается, что первые 2 года по появлению ребёнка приводит к фонтанированию ощущения счастья. И после этого постепенно это ощущение уходит. И человек, для того, чтобы обрести новую порцию ощущения счастливого состояния в мире, нужно уже что-то другое. И это же касается таких опасных вещей, как уровень дохода или тех объектов, с которыми у нас возникает привязанность. Например, дом-машина. Это фундаментальные объекты, которые навязаны нам культурой для ощущения счастья. Но именно такого типа большие объекты или мобильные телефоны, да, вообще, вот прекрасный пример. Но это как раз те объекты, которые рекламщики удачно очень используют для, точнее так, нашей механизмы адаптации, которые в любом случае работают. Очень удачно используются рекламщиками для предложения все новых типов автомобилей, для смены домов, для смены мобильных телефонов. То есть мы адаптируемся к определенному уровню благосостояния. Мы купили дорогую машину, которой долго мечтали. Через несколько месяцев нам кажется, что это как-то, ну, уже не так интересно, никакого удовольствия она нам не доставляет. А еще плюс, наш коллега по работе, который занимает такой же, как и мы должен, купил, более крутую машину. Все. То есть мы не то, что счастливы, да, мы абсолютно несчастливы. И вот эти адаптационные механизмы интенсивного привыкания к благу, они опасны в том смысле, что если мы подпадаем под их воздействие, мы всегда будем ощущать себя несчастными. Ну, я думаю, что здесь, может быть, можно возразить, что это имеет смысл с материальными объектами. А если, скажем, нематериальными, вот ты забрался на Эверест, ты счастлив. И это ощущение счастья, это ощущение достижения, мне кажется, оно останется с тобой. К сожалению, потом тебе нужна будет более высокая гора. На К2, по северной стене забраться, на Луну пешком сходить. Ну, не уверен. Мне кажется, все-таки, что вот этот порочный круг постоянного желания, желания, стремления, вот к чему все хочу свести. Мне кажется, все-таки, это в западной цивилизации прописано. То, что появилась эта цивилизация расширения, цивилизация, вот это заполнение пустых пространств, как ее Зигмунд Бауман называет, непрерывного расширения. И вот этот появился фаустовский человек, которому хочется больше и дальше и дальше. И вот эта жажда познания, которая затем превращается в жажду потребления, которая превращается в жажду завоевания. Все-таки, если посмотреть на восточные культуры, ну, может быть, там более, скажем, в конфуцианской культуре, более сбалансированная, я уж не говорю, буддийская культура, счастье как некое состояние. То есть, вот что я хочу сказать, что, может быть, в этом фаустовском опыте счастье как опыт, счастье как переживание, это некий одноразовый момент, и тебе уже хочется как кокаинисту, да, как Фрейду, следующего, более сильного переживания. А в более статичных, восточных культурах, счастье как некое такое стазис. Совершенно верно. Вот один из рецептов, как все-таки добиться такого благодатного мира ощущения, это фиксироваться на состоянии здесь и теперь. Вот совершенно правильно ты об этом говоришь. поскольку одна из главных проблем ощущения, связанных с ощущением несчастья, это заключается в том, что ты, получив сегодня объект, вещь, материально, материально, неважно, которой ты стремился, очень быстро адаптируешь какое присутствие и начинаешь переживать, что тебе нужно что-то другое. Но, да, это порождает довольно бессмысленную цепочку желаний, да, может быть, реализованных, может быть, нет, но ты сегодня начинаешь мечтать, а завтра, завтра наступило, ты мечтаешь уже, а послезавтра и так далее, и так далее. Так вот, действительно, те практики, которые дают возможность человеку хорошо, комфортно ощущать себя в мире и фиксируют тебя на том, что должно переживаться тобой здесь и теперь. Поэтому забрался на Эверест, да, оставляет как можно дольше с собой, ну да, я, нет, я вот по себе сужу какие-то достижения именно такие, ты абсолютно прав, с материальными объектами это, так сказать, новая вещь очень быстро перестает радовать, но вот, скажем, нематериальные вещи, какие-то удивительные переживания, которые я мог испытывать там с природой наедине или с каким-то прекрасным концертом, я не знаю, там был концерт Чикагской филармонии вот в этом вышедшем сезоне или там на декабрьских вечерах там Джульярдский квартет играл, вот, это такие вещи, пережив которые, все, они в какой-то золотой фон заходят и все, и ты счастлив, что они были, этот экспириенс с тобой остался и ты уже знаешь, что есть новое, но ты не бежишь там покупать билеты на следующий концерт. Ну, к этому сложно себя приучить, к этому состоянию, но у тех, у тех, у кого получается так, как у тебя, их можно поздравить. Одновременно, все-таки, если возвращаться к материальным ценностям, тоже есть определенный рецепт, да, то есть ни в коем случае нельзя сравнивать свой доход или наличие каких-то важных для тебя объектов с теми, кто выше тебя по статусу социальному, имущественному и так далее, и так далее. Это главный механизм культуры современной. Да, но если мы научимся сравнивать себя с теми, кто ниже нас, мы будем абсолютно счастливы. Теперь все-таки, если возвращаясь к гуманистическим ценностям, о которых ты все хочешь поговорить, в тех семи пунктах, которые зачитал, есть элемент, связанный с обществом и друзьями. Что это значит? Ну, понятно, что друзья, наличие друзей, это базовая ценность, которая как раз не приводит к адаптационным процессам напрямую, и общение с друзьями это такая длительная длительный элемент, приносящий нам удовольствие. Это не надоедает и так далее, и так далее. Но внутри социального взаимодействия очень важным является такой элемент, как доверие. И когда проводится различный тип опроса в разных странах, получается так, что, например, страны, в которых уровень доверия среди граждан выше, там выше уровень счастья. Ну, одно из самых высоких, как сказать, один из самых высоких показателей доверия у нас в Норвегии. Порядка 65% граждан в ответ на вопрос можете ли вы доверять своим согражданам, отвечают да. В Бразилии это 5%. Притом, что ученые все это изучали, подбрасывая кошельки с деньгами и с карточкой с обратным адресом. То есть, это реально эмпирический опыт. 60% в том числе в Норвегии этот кошелек возвращается. То есть, реальность совпадает с ощущением граждан. Ну и что, норвежцы более счастливы, чем бразильцы? Скандинавы в целом более счастливы, чем представители других стран. Там, где есть напряжение в социуме, где, например, у тебя есть ощущение, что ты вышел на улицу, и тебя могут в любой момент ограбить, совершить над тобой насилие, завтра уволить без суда и следствия и так далее, и так далее. Вот в таком обществе ты будешь заведомо несчастен. Ну вот о том, кто в каких обществах счастливее и счастливы ли мы в России поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, это программа «Археология». Говорим сегодня о счастье, науке счастья. Наш гость это философ, главный редактор журнала «Логос», заведующий кафедрой проекта в сфере культуры в высшей школе экономики Валерий Анашвили. И, собственно, мы говорили о том, как счастье позиционировалось в разных человеческих культурах, в разные эпохи. Но вот интересно посмотреть, как это в разных странах. Потому что, вот мне интересно по статистике, как это происходит, что счастье не коррелирует с уровнем благополучия. То есть, наиболее, страны с более высоким ВВП не являются мировыми лидерами по уровню счастья, да? Ну, давай, вот я тебе несколько примеров приведу. Ну, вот, скажем, США в среднем около между 30-35 тысячами долларов средний доход на душ населения. Вот уровень счастья у них меньше, чем, скажем, в Ирландии, в Канаде, в Дании или в Финляндии. А много ли ирландцу надо, да? Крошка пива, флета? А при этом у ирландцев всего 20 тысяч доход средним на душ населения. Кстати, вот по этим показателям мы находимся по уровню счастья в современной России находятся на самом низком месте. мы в группе таких стран, как Молдавия, Молдова, Украина, Зимбабве, ну и, соответственно, Россия. При том, что наш доход считается, что в районе в среднем, да, около 10 тысяч, надо проверять. Миддл инком кантри, то, что, да, среднего уже, да. У нас доход выше, чем у этих всех перечисленных стран, но мы находимся с ним при этом на одном и том же уровне. При том, что Индонезия, скажем, у которой в два раза меньше средний доход на душ население, вот мы на уровне 40, ну и по стобальной шкале на уровне счастья, 40, а Индонезия на уровне 90. А почему, почему, Валерий, почему Россия такая несчастная Вьетнам 80, то есть ровно в два раза вьетнамцы более счастливы, чем россияне, при том, что их доход совсем вообще, там две-три тысячи долларов на душ на середине. Да посмотришь, на них ходят, ровно улыбаются, в чистых белых рубашках, хорошо людям. Здесь действительно вот эти включаются те самые большие культурные механизмы, большие государственные механизмы, то есть функционирование ценностей, в этом смысле ты абсолютно прав, которые достижимы, индивидуальные, которые работают на общее благо, функционирование институтов, которые позволяют добиваться определенного типа целей, которые ставят перед собой индивид. К сожалению, консервативная система восприятия мира, то есть базовая ценность семьи, и так далее, наличие которой тоже позволяет человеку быть счастливым, то есть традиционное общество принципиально более счастливое, чем общество современное, модернное. Ага, то есть все-таки модернизм, не модернизм, вот модернити, эпоха современности, вот эта постоянная жажда человека, она его уводит от таких стабильных, счастливых ориентаций. Да, если провести исследования, связанные такими, межторонавыми, то да, то есть результат будет положительный в ответ на твой вопрос. Ну да, я вспоминаю вот эту другую статистику, по-моему, это Инглхарта, вот это World Value Survey, и там вообще самыми счастливыми, по-моему, оказываются карибские страны. Куба, Ямайка, вот такие, причем, если, скажем, там Ямайка и Доминикана довольно богатые страны, то там есть и страны довольно такие небогатые, вот, Гватемалы и так далее. Ну вот Мексика, например, или Колумбия, или Сальвадор находится на уровне США, по уровню счастья. Вот, вот, интересно. Колумбия со своим вообще там уровнем терроризма и так далее, насилие в обществе. Ну, значит, в стране перевешивает другая система ценностей, которая... То есть более архаичная, семейная. Семья, религия, может быть. Ценность общения. Да, ценность общения перевешивает вот эти вот неудобства, связанные с терроризмом, насилием. А вот такое тогда я предположение сделаю. Может быть, счастье коррелирует тоже и с индивидуализмом. То есть чем больше индивидуализма, тем сложнее человеку быть счастливым. Я вот сейчас вспомню, попытаюсь вспомнить, видел какую-то статистику по самоубийству, по поэтам-самоубийцам. Был лингвистический анализ их произведений. И у них, оказалось, очень сильно зашкаливает слово «я». «Я», мои чувства, мои переживания, мое. То есть они невероятно индивидуалистичны, атомистичны практически, атомизированы в своем мировосприятии. И вот их сознание оказалось очень таким суицидальным. Совершенно верно. Вот смотри, вернемся к этой концепции дохода, приводящего или не приводящего к счастью. Важно понимать, и в том числе для тех, кто управляет страной, что человек рад не абсолютному доходу, а относительному остальных. Это первое. Одновременно из этого следует, что для нас важно то, как о нас думают, и как мы думаем о себе в соотношении с другими. Поэтому в любом случае принципиальным для нас является присутствие в социальной среде и взаимодействие с этой социальной средой. Если в целом ситуация в твоем окружении улучшается, то ты чувствуешь себя лучше. Если в целом ситуация ухудшается, тоже есть прекрасные исследования, скажем, в Англии в небольшом городишке строят новые микрорайон. Система улиц и перемещения по труторам выстроена так, что в большом количестве домов жители первых этажей постоянно видят проходящих перед окнами чужаков. То есть этот микрорайон находится между двумя такими довольно оживленными участками. И люди постоянно видят незнакомых себе граждан. Что называется живут в проходном дворе. Количество психических заболеваний у людей первых этажей в районе вырастает кратно. Потом проводится эксперимент. Ставятся заборы, которые решают возможность вот этого сквозного прохода чужаков перед окнами. Понижается количество неврозов и психических заболеваний у граждан. сообщества микросообщества крайне важны. И его самочувствие этого микросообщества нами воспринимается очень болезненно и очень отчетливо. Но счастье в любом случае реализуется в сообществе. Мне кажется для себя я делаю вывод, что счастье оно все-таки не изнутри человека и даже не по отношению к человеку к каким-то материальным ценностям. А счастье оно прежде всего реализуется в общении. Оно семья, друзья, общество. И те же традиционные общества я не знаю тоже. Я уверен, что Грузия гораздо счастливее чем Россия по всем этим показателям. Хотя там по ВВП в разы. Причем Грузия даже времен начала 90-х годов. Все равно я думаю, что по имерно ощущению они были счастливее чем мы именно потому что там выше ценность семьи, общения, друзей, песни, вина, застолья и так далее. Да, совершенно верно. Но есть тут все-таки оборотная сторона, что если мы начинаем говорить о том, что мы счастливы потому что мы счастливы в сообществе, это лишает нас, если мы неправильно это расцениваем, если мы расцениваем себя как то, сколько мы получаем и какими вещами обладаем и так далее, это возвращает нас опять к ситуации той самой адаптации и тотального несчастья, которое будет идти за нами по пятам, сколько бы мы не зарабатывали, как бы мы не предъявляли себя в этом сообществе. Возвращаясь к России, человек о многих вещах говорит с интересом, но с аппетитом он говорит только о себе, с аппетитом о России. Может быть, мне кажется, еще у нас проблема в том, что в России в русской культуре нет установки на счастье. Вот этот, мне кажется, очень характерный ответ Тарковского, американской студентки, которая спрашивала, как быть счастливым. Он говорит, зачем вы должны, зачем вам быть счастливой? Вот у нас, я вот вспоминаю русскую культуру, но не было у нас, собственно, такой установки на счастье. Мы должны служить проблематизировано. Ну да, да, была установка на самопожертвование. Вот я не знаю, там Россия, это Розаново, скажем, вспоминаю, Россия как Христос, Россия как, так сказать, лучше всех познавшая Христа, Россия как культура страдания, жертвы. Да, прекрасно, согласен. А теперь задаем в следующий вопрос. А зачем страдать, жертвовать и так далее? Зачем человек это делает? Да, действительно, система самопожертвования и при принесении себя в жертву ради блага другого вшита в нашу национальную культуру. Нас целый век классическая литература этому учила. И отчасти некоторых из нас научила. Мы это делаем. Ну, социализм на этом, А задаем второй вопрос следом за это. А зачем мы это делаем? Человек индивидуально зачем это делает? Ну, видимо, какие-то... Чтобы получить удовлетворение от того, что он реализует эти ценности. А что такое получить удовлетворение? Быть счастливым. Ну, то есть самопожертвование как некий мазохистский извод, извод, ну, мазохизм в пределе, да, в своем, но как некое самопожертвование, как дорога к счастью. Да, причем индивидуальному. Ты можешь быть сколько угодно, ты можешь сколько угодно заботиться о благе других, но ты делаешь это для того, чтобы быть индивидуально счастливым. Почему? Потому что будешь испытывать просто радость от того, что ты делаешь, то, что ты считаешь должным делать. Ну да, возвращаясь к советскому проекту, о чем мы говорили, советский человек эпохи сталинизма, вот это вот, да, то, что там называют философы-постмодернисты коллективное тело, вот, да, помнишь, как у Маяковского сидят в грязи рабочие и сидят лучи и нужгут, или вот эти, да, у Платонова в котловане, вот те же, что магнитку строят, что котлован роют, вот они счастливы, потому что они создали вот это коллективное тело, при котором этого не ради светлого будущего, получается. То есть они реализуют извечный русский архетип. Ну да, да, то есть комсомольцы, которые ехали на стройке на Целину, да, или мы же, которые в стройотрядах, непонятно зачем вообще работали просто так, потому что это было правильно и интересно. Да, мы реализовывали определенную концепцию счастья, сами того не зная. То есть мы не знали, зачем это дело, но индивидуально при этом получалось так, что мы реализовывали концепт-концепт счастья, который был вшит в нас культурой советской. Но все равно мне кажется, что даже если дать нам нормальное государство, там нормальные какие-то условия, какая-то у нас все равно будет установка на несчастье. Мне кажется, что русские, русские, да. Россия в самом низу мировой табель ранговых счастливых стран. Да, да, да. При том, что вроде бы у нас неплохо все-таки люди зарплаты получают. Неприлично у нас быть счастливым. Ну, в классической русской культуре. Сейчас-то, конечно, меняется, но даже, я не знаю, традиционно взять русские ответы на твои как дела и американские как дела. Понимаешь, американец, как бы у него не происходило, I'm fine, I'm great, I'm perfect и так далее. Русские никогда так не скажут. Как дела? Отлично. Ну, может, какие-нибудь молодые бравые менеджеры, которые прошли тренинги, вот, у тебя ты так говоришь, да, отлично, ну, человек новой генерации. Говорит, ты уже, так сказать, откололся от российской Потому что я не знаю, напрягаю ли я тем самым собеседник или доставляю ему удовольствие. Ну, вот, кстати, здесь переход к такой, к следующей теме, очень, мне кажется, важной. В нынешней культуре, в бизнес-культуре, там, глянцевой, гламурной культуре идет новая какая-то и нетрадиционная, и несвойственная России установка на счастье. Да, пойти там, я не знаю, сдать поиск в гугле, там, в озоне посмотреть. Сколько книг, там, 25 рецептов, 35 слов, которые надо знать для счастья, там, 73 совета, как стать счастливым. Нет, я не подготовился, я фантазирую, как это есть. Сколько этих коучингов, так называемых, тренингов, так сказать, наук и счастье. Да, вот это вот как-то все, что, мы идем вот в этот вот мировой мейнстрим? Да, при том, что сам мировой мейнстрим не очень понимает, как быть счастливым, как мы теперь знаем. Здесь еще, конечно, корреляция между работой и досугом очень важна в отношении того, как человека заставить или дать ему возможность быть счастливым. Но при этом, все-таки, еще раз, вот раз мы все время вынуждены к этой идее дохода возвращаться. Опять-таки, проводились исследования за, ну, скажем, почти 50 лет в Японии, с 1958 год по 2004 относительно уровня дохода и счастья. Вот выяснилась странная вещь. За это время, ну, почти за эти 50 лет, уровень дохода на душ населения в среднем Японии поднялся в 7 раз. Уровень счастья остался ровно на том же месте, что и в 2004 году, что и в 58-м. Чуть-чуть понизившись по вот этой шкале 100-больной. Точно так же смотрим на Америку. С 1945 года по 2005 проводились тщательнейшие исследования вот этого индекса счастья. Реальный доход на душ население в Америке за этот период повысился почти в 5 раз. Процент счастья, процент количества счастливых людей остался ровно таким же, как в 1945 году. При том, что, кстати, вот если говорить о 1945 годе и о ситуации войны, вот несмотря на ужасы в экономике и вообще понятно, что война переживается крайне негативно, неприятно и катастрофично, количество счастливых людей или, точнее так, отсутствие несчастных людей из-за того, что они терпят экономический крах в период войны в Америке, там просто исследования проводились, был гораздо меньше, чем, скажем, в эпоху 80-х годов. Благополучие. Благополучие. Ну, там была просто глопирующая инфляция и доходы скакали, да. То есть, во время войны у всех доходы упали, люди видели, что всем плохо. Поэтому каждый незначительный позитивный элемент в их жизни воспринимался как повод к счастью. Да, да. Когда плохо не всем, а одному на фоне, да. То сложнее быть счастливым. Ну, да, даже и пословица там, кто нужды не видал, тот счастья не знает. Выстраданное счастье крепче. То есть, опять-таки, да, вспоминая, скажем, советских людей образца 46-го года, да, или там вот это вот, то, что войны нет, уже воспринимается как какое-то крайнее счастье. Одновременно это аргументирует твой тезис о том, что бедные страны в массе своей более счастливы. Почему? Потому что средний уровень бедности, общий уровень бедности в странах неразвитых или развивающихся нивелирует вот то самое детальное соотношение знаменитое экономическое, да, разрыв между самыми бедными и самыми богатыми. И люди живут в окружении таких же бедняков, как и они. Поэтому, не знаю, козленок, кто там, коза принесла козленку, у тебя счастье на целую неделю, да, женой хорошо провел время, ты доволен много дней. Там родился ребенок, ты многие годы от этого счастлив, да, то у тебя очень мало негативных моментов, которые позволяют тебе ощущать свою ненужность, никчемность, незначительность, да, и неинтересность окружающим. Мне кажется, это тоже, да, вот к вопросу мы говорили о Карибах, Куба, например, феномен Кубы объясняет. То есть как бы по всем объективным экономическим. Объясняет то, что там тепло и океан. Тоже, нет, но то, что ты описываешь, некая такая довольно тонким слоем по бутерброду размазанная вот это вот небольшое благосостояние, какие-то остаточные остатки здравоохранения, так сказать, вот эта вот чашка риса там или что у них там там тростнет. Ну вот почему в Вьетнаме, да, там действительно Вьетнам одна из самых счастливых стран. В Вьетнаме хотя бы это еще с экономическим ростом сочетается в нынешнем Вьетнаме. Есть еще забавные исследования такие на людях проведенные, когда одна из каких стран? Гималайских. Непал? Бутан? Бутан. Бутан вроде, слышал, да. когда там царь, король, кто у них там в 70-е годы решил поставить угла в угла, чтобы нация стала счастливой. Просто буквально вот такое проводить национальную политику. Делался ряд мер, осуществлялся для этого ряд мер, и было все хорошо, но в 90-е годы он совершил ошибку, он допустил телевидение в страну. И тут произошла катастрофа. То есть вот эти каналы, которые обрушили на население систему консюмеризма, люди начали потреблять, а тут же появилась сразу разница в доходах и возможностях. Выросло катастрофическим образом насилие в стране, преступность, наркомания, количество самоубийств и так далее. И нация из счастливой просто превратилась в одну из самых несчастных в мире. То есть в истории вот просто у нас на глазах были такие эксперименты, которые показывают, как счастливое общество стать несчастным, ну и соответственно наоборот. Но это, мне кажется, подтверждает очень интересную мысль, что современная культура, западная культура, глобальная культура, она, собственно, продуцирует несчастье или хотя бы нивелирует, как минимум, нивелирует счастье. Да, нивелирует те возможные позитивные экстерналии, которые вышли экономического роста, то, что вот у нас включен этот зомбоящий, включен телевизор, вообще нам транслируются вот эти вот конкурентные такие завистливые стереотипы культуры, постоянно у нас нас о возможной счастье отвлекают, потому что у соседа жена красивее, машина сильнее, там и дача больше. Но это очень печально, потому что, собственно, И это возвращает нас к проблеме, почему о счастье нужно говорить. Потому что, еще раз говорю, традиционная экономика, которая ориентирована на достижение более высокого дохода на душу населения и как бы значит на то, чтобы мы всем были счастливыми, не работает в этом, в этой зоне. То есть, мы становимся богаче, но от этого мы не становимся счастливыми. Об этом говорит вся мировая статистика. То есть, опять-таки, должны быть созданы определенные институты для того, чтобы мы могли обретать счастье, даже становясь богатыми, извините за выражение. Вот это вот он наступил ключевой момент передачи вот сейчас, так сказать, наши слушатели замерли. Валерий, Валерий, ваш рецепт счастья. Такой хороший, так, в журнале 7 дней где-нибудь. да, правила жизни. Да. Ну, вот две вещи я уже сказал, но они действительно важны. Никогда не сравнивайте свое благосостояние, свой доход с теми, кто выше, а всегда сравнивайте с теми, кто ниже. К этому трудно привыкнуть, но это действительно важно. Сейчас мы скажем о втором. действительно есть некоторые рецепты, которые могли бы позволить, вот исходя из тех систем, из тех элементов, которые приводят счастье, могли бы позволить придать обществу более благодатный эмоциональный характер. людей надо просто приучать и готовить нас с вами, да, готовить к тому, чтобы быть счастливыми, когда мы вырастем или когда войдем в самостоятельную жизнь. Детство просто учить. Ну, например, вот, кстати, Лейерт предлагает следующую, следующую систему навыков, которые надо преподавать в школе. Вот он говорит, надо учить детей пониманию своих чувств и умения ими управлять, включая гнев и чувство соперничества. Любовь, надо воспитывать, любовь и помощь другим людям, включая практические упражнения и знания о ролевых моделях. Умение ценить красоту, мы, кстати, об этом не говорили, но это очень важно, но примерно связано с тем, о чем ты уже упоминал, да, вот это ощущение переживания счастья здесь и теперь. Умение видеть позитив в мире, то есть красоту, очень важный момент. Это подпитывает тебя и дает тебе больше шансов быть счастливым. Любовь, семья, родительская забота, это, конечно, полезно учить. Работа и деньги. Понимание работы средств массовой информации и схоронения прежних ценностей. Понимание других людей и умение общаться. Участие в политике, философски, религиозной идеи. Вот если этот комплекс вести воедино, как считает Флеер, то он мог бы позволить человеку привыкать, быть счастливым в том мире, даже в том мире, в котором мы живем. Интересно, что здесь как-то не... Вот для меня, например, очень важно для счастья близость к природе. Вот здесь как-то... Ну, это красота природы. А, здесь есть красоту? Ну, это умение ценит красоту. А, умение ценит красоту. Ну, тут да, но мне кажется, немножко красота природы это такая вещь уже слишком человеческая. Ученый, понимаешь, он англичанин, где там природа? Куда ему природа? Они свою природу, да. Только если в Шотландию уезжать. Да, в Хайланд. Да-да-да, если бы какой-нибудь швейцарец это писал, я думаю, может быть... Да, конечно, там иначе. Походы, пешие походы по Альпам. Он бы написал, это просто бы там стояло первым пунктом. Ну, я думаю, что да, что, скажем, для европейского, да и для американского общества это очень большой степени близость к природе. Я не знаю, даже вот в больницах регистрируется, когда у больных там вид из окна есть на какие-то деревья, на природу, то у них просто процесс выздоровления идет гораздо быстрее, чем если они смотрят в кирпичную стену. Вот. Я бы сюда обязательно включил близость к природе. Ну, и важный... Вот он действительно, вы правильно упоминаете, определенный тип психологических навыков. Вот сейчас ехал и сюда по Содому кольцу и понял простую вещь. Вот призываю москвичей провести такой эксперимент. Потратьте час времени и осуществить поездку по Содому кольцу. Просто круг замкните. Делая при этом следующее. Держите машину впереди, идущую перед собой на 10 корпусов впереди. О чем я говорю? О том, что мы с вами прекрасно знакомы с людьми, которые едут в упор, там, бампер в бампер, не дают тебе перестроиться, показывают тебе разные файки, там, строят какие-то лица и так далее. При этом их агрессивность приводит к тому, что эти люди абсолютно несчастливы. Потому что любой, если ты с ним перестроился, ты человек вывел из себя на много часов. Он будет тебя вспоминать потом всю оставшуюся жизнь, как ты его обидел. То есть такой агрессивный способ езды чудовищен. При этом некоторые из нас, мы, иногда даже я, хотя, как ты понимаешь, нам с тобой это не чужд, автоспорт, мы понимаем, что так делать не нужно. Но в каких-то ситуациях тоже мы себя ведем довольно агрессивно. Ну да, это инстинкт и сложно подавить. Но при этом, если ты проедешь кольцо, держа большую дистанцию перед машиной, и перед тобой, да, будут вставать машины, но, во-первых, как выясняется, я просто недавно это проделал, эксперимент, это 10-15 машин за все кольцо, всего лишь, которые встанут перед тобой. При том, что большинство из них, 50%, это те, которые перестраиваются из одного ряда в другой, они сейчас уйдут все равно от тебя, а кому-то еще там 30% просто надоест ехать, допустим, в твоем ряде, он тоже уйдет. То есть ты за все кольцо, за эти сколько там километров, да, не потеряешь практически ни минуты. Да, да, да. И при этом ты будешь ехать спокойно, никого не трогать. Ты сделаешь счастливыми, когда они встроились там, спокойно. То есть вот такой простейший, простейший элемент, да, поведение на дорогах. Замечательный эксперимент. А если еще, слушатели, дорогие, вы повержете белую ленту и совершите этот круг по Садовому кольцу, ладно. По-моему, это уже неактуально. Да, да. Ну, не знаю, я по-прежнему с ней езжу. Вот, да. Ладно, не будем политизировать наш разговор о счастье. Вы знаете, время наше в эфире, к сожалению, стремительно подходит к концу. Счастливые часов не наблюдают, да. Вот. Но нам приходится, к сожалению, смотреть на часы. В заключении расскажу такой, пришел мне в голову к нашему разговору о традиционном обществе, о современном, модернистском анекдот, об англичанине, который приехал, ну, скажем, куда-нибудь в Африку и там выходит на берег. А там рыбак, он уже с утра выловил, сколько ему нужно рыбы, рыба продала, сидит на берегу, смотрит на волны. Англичанин ему говорит, так что ж ты, садись в лодку, еще плыви, еще раз лов привезешь, второй раз много рыбы наловишь, больше, чем тебе нужно. Рыба говорит, ну и что? Ну как, говорит, продашь рыбу, купишь еще лодку, наймешь человека. Говорит, ну и что? Ну будет у тебя целая флотилия, постепенно поставишь заводик перерабатывающий, будешь рыбу морозить, будешь ей торговать, будет куча денег, дом построишь. Рыба говорит, ну и что? Ну как, все это на тебя будет работать, а ты будешь сидеть на берегу океана и смотреть на волны. Рыба говорит, так я ровно это сейчас и делаю. Так что вот, это к вопросу о счастье. Я благодарю нашего гостя, это был Валерий Анашвили, философ, главный редактор журнала Логос, завкафетры проектов в сфере культуры Высшей школы экономики. И я, ваш верный археолог Сергей Медведев, счастья желать вам не буду, вещь эта достаточно относительная. Пожелаю вам лучше доброй ночи и удачи.